Спасибо, что пришли. Время не самое удобное может быть, но для анимации всегда время удобно, потому что болгарская анимация, если вы все-таки пришли к нам в гости, вы может быть знаете, имеет очень славную историю. Она, конечно, менялась во времени, но большая часть этой истории связана с мировым фестивалем анимации, который проводится в городе Варна. Я знаю, что все вы знаете, что находится на Черном море. Всегда осенью, начиная с 1979 года, там проводился этот фестиваль. Вначале он был под патронажем Международной ассоциации анимационных фильмов и был достаточно хорошо поддержан государством. Очень много знаменитых аниматоров, художников были там представлены из тех, которые здесь у вас на слуху Юрию Норштейну, я могу еще сказать немало других имен. Ян Леница, Рауль Серве, Братислав Пойер, Эммануаль Луцати, Пол Дрисен, Йоджи Кури. В общем-то, это история, славная история анимационного кино 20-х годов. Где-то 10 лет этой истории прошло и, к сожалению, пришли некоторые времена, когда государство наше не так активно поддерживало форматы, как фестивали, будь даже такие хорошие, как мировой анимации. И был перерыв в проведении этого фестиваля, который все-таки, слава богу, возобновился. И уже в этом году будет 15-е издание этого фестиваля. Кто возобновил этот фестиваль? Его возобновили представители славной такой династии, назовем эту династию Желязковы, Ганевы, Кулевы. Я немножко хочу рассказать вам об этой династии. Я думаю, что Анна Юдина тоже расскажет немножко, потому что некоторые из представителей этой династии ее хорошие друзья. Династия начинается с именем такой знаменитой режиссерши Бинка Желязкова. Мне очень хочется верить, что вы слышали это имя, потому что это одна из, может быть, пятерых женщин-режиссеров середины прошлого века, которые получали призы золотые на фестивалях как... Болгарка, я бы сказала, но я не знаю насчет ее польских хорней, но болгарка получала золотой приз на Московском кинофестивале, получала номинации на Каннском кинофестивале. Феноменальная персона, и я думаю, что если мы сегодня начинаем этот разговор, потому что я думаю, что это только вступление в тему, то каждый из людей этой великой династии кино Европы и мира достоин отдельной встречи, отдельного разговора. Тем более, что в «Обинке Желязковой» сделан очень хороший документальный фильм. Мы имеем разрешение от авторов этого фильма показать его. Его представляли не только в Болгарии, его представляли в таких достаточно хороших местах для показа документальных фильмов, как Музей современного искусства Мома в Нью-Йорке. Я думаю, что для нашей аудитории этот фильм будет очень интересен. Исключительно, действительно яркая персона. Ее супруг Хрис Туганов, один из самых знаменитых болгарских сценаристов, здравствует до сих пор, в отличие, к сожалению, от Бенки Желязковой. Даже нечто более, несколько дней назад мы отмечали в Болгарии, отмечали его 90-летие. Это не только человек, который дожил до этих достаточно патриарших своих годов, а еще человек, который продолжает работать, писать свои сценарии. И на основе его сценария работает уже и дочь его Светла Ганова, оператор, и его зять Анри Кулев, одной из самых выдающихся имен вообще болгарской анимации. Когда я сказала, что мы возобновили, или Болгария возобновила этот фестиваль 15 лет назад, то за этим стояло именно несколько конкретных имен. Андрей Кулев, это его сын, и в последние годы, особенно Ася Кованова, супруга Андрея Кулева. Уже династия, как вы видите, продолжается несколько лет, несколько десятилетий. Что касается Андрея Кулева, я даже не знаю, о чем сказать. То ли сказать, что у него 70 фильмов, то ли сказать, что он работает и в документальном, и в художественном жанре, то ли сказать, что он один из выдающихся профессоров Болгарского нового Болгарского университета, из-под крыла которого вышли одни из самых замечательных молодых имен. В этой коллекции, которую мы сегодня покажем, я думаю, вы увидите два фильма, и вы увидите уже почерк этих молодых ребят. То ли сказать, что он работает из самых замечательных писателей Болгарии, будь это поэт Борис Христоф, будь это замечательнейший писатель и драматург Станислав Старатиев. Очень часто он работает со Светланой Ганевой, великолепным оператором, и, конечно, с Асей Ковановой. Здесь на выставке, которую вы потом рассмотрите, она намного больше вам будет говорить после того, как вы увидите фильмы. С правой стороны вы видите плакаты-постеры от фильмов специально самых молодых представителей этой генерации, Асика Кованова и Андрей Кулев, вот «Fishy Swimmer and Boats», здесь еще и не только Андрей Кулев, здесь вы увидите операцию с русскими актуальными, как Дмитрий Гель. Если говорить о кооперации и вообще о русской линии в этой династии, то Андрей Кулев был один из лучших воспитанников анимационной школы ВГИКа. Мы недавно, где-то несколько месяцев назад во ВГИКе делали презентацию его фильмов. Там оказалось много его одноклассников, и, в общем-то, эта презентация вызвала очень-очень большой интерес. Христо Ганов тоже учился во ВГИКе. В общем-то, дружбу они поддерживают. И когда мы делали фестиваль тоже год назад анимации уже в Доме кино, пришли много из его коллег и друзей. Я даже здесь вспоминала, кто же был все-таки с ними. Я помню, что был и Котеночкин, и тот же Геллер, и Анна была. Она, наверное, еще вспомнит других коллег, которые пришли. И самое главное, что это не такие формальные контакты, а это чисто дружба и рабочее, очень интенсивное рабочее взаимодействие между ними. Что касается самого нового издания, которое будет буквально через несколько недель, и которое я хочу представить, и особенно в лице молодых людей, если занимаются анимацией, пригласить, потому что там очень широкий веер программ, возможностей. Я буквально зачитаю, как будет составлена программа этого нового фестиваля. Я думаю, что это не озвучено нигде еще в русском информационном пространстве. Конечно, будет сначала конкурс. В этом конкурсе, кроме Болгарии и России, будут участвовать страны Чехии, Германии, Франции, Эстонии, Италии, Португалии, Японии, Китая, Ирана, США, Англии, Голландии, Бельгии и еще и еще. Будет панорама. Конечно, на этой панораме, как обычно, будут показаны лучшие образцы фильмов, которые, в общем-то, люди, которые стоят за этим фестивалем, выбрали. Будет юбилейная программа, посвященная 70-летию Анри Кулева. И потом будет специальная презентация нескольких больших документальных фестивалей в мире, в том числе Американского фестиваля документального и анимационного кино. Будут лекции, будут мастер-классы, будут образовательные программы. Будут такие специально для детей программы. Вот, скажем, лектор из Франции, Карин Миралес, будет вести чисто детскую программу. И в этом городе Варна, который связывается для них, это город для отдыха, море, отдых, раковины и прочее, даже если у кого-то там будет какой-то неконкретный повод приехать просто посмотреть кино, будет достаточно много возможностей чисто семейно отдохнуть в разных форматах этого фестиваля, вплоть до лекций. Жюри тоже само за себе говорит. Вот есть из Португалии, из Эстонии, из США, Чехии и Болгарии, конечно. Не в последнюю очередь там будут показаны и фильмы студентов, потому что у нас, конечно, очень хорошая, такая крепкая школа анимации в лице представителей, как Николай Тодоров, к сожалению, недавно ушедший, один из большущих аниматоров болгарской анимационной школы, тоже воспитанник ГИКа. И мы намерены показать фильм Николая Тодорова, ну, может быть, где-то в ноябре или в декабре, его, по-моему, дебют вообще в полнометражном анимационном кино, Доню Доннев и Тодор Динов. В общем-то, то, что мне нравится в этом фестивале, кажется очень представительным и авторитетным, это замыкание между большими мастерами, утвержденными, показанными, получившими награды, авторы которых, в общем-то, ходят и журируют по всему миру вместе с молодыми. Нет такого деления, мол, один мастер не может быть рядом с молодым художником, аниматором. И другое, что кажется очень важным, я думаю, что это Анна Юдина дальше продолжит, и вы сами убедитесь, когда посмотрите фильмы, которые мы подобрали, это очень разные техники, очень разные способы, приемы, вплоть от типа материала до типа, я не знаю, чем ты рисуешь, какие технологии используешь, насколько это от руки, насколько это, ну, я не знаю, используя всякие новшества, технологии. В этом смысле, я насколько помню, у них даже в этом будет, типа, чуть ли не круглый стол, связанный с анимацией и инновационными технологиями, искусственным интеллектом. То есть, этот фестиваль делается людьми, которые сами делают очень хорошо искусство и очень мечтают, чтобы все больше людей имели возможность обмениваться идеями, потому что обмен идей – это самая хорошая форма, чтобы нечто произошло самым прекрасным и перспективным путем, которым все-таки в наше время является анимация, вобравшая в себе очень разные формы искусств, потому что я сейчас говорю только об анимации со стороны, прежде всего, художников, может быть, чуть-чуть аниматоров, но анимация – это, конечно, и музыка, и много еще профессий подключены в это великолепное искусство, которое на фестивале в городе Варна представлено самым достойным образом. Я сейчас приглашу Анну не только потому, что она художник-аниматор, тоже и друг Андрея Кулева и Ассы Ковановой, который организатор этого фестиваля, а потому что это и человек, который еще был на этом фестивале, она сама уже как гость знает, какова атмосфера этого фестиваля, как, в общем-то, можно там попасть, и что человек для себя получает, кроме друзей, показав свои фильмы на этом фестивале. Спасибо, Анна, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Анна Юдина, как уже сказали, я художник-аниматор и немножко режиссер, у меня всего один фильм анимационный есть. В принципе, моя уже почти все рассказала про фестиваль, я даже не знаю, что добавить, но я могу рассказать что-то, скажем так, с нашей стороны, то есть как мы видим это с нашей российской, бывшей советской стороны. Конечно, во время Советского Союза не все художники-аниматоры могли позволить себе ездить за границу, скажем так, вообще мало кто мог это позволить, это было трудно и так далее. Тем более на фестивале, допустим, в капиталистические страны, как там Анси, Оттава, Загреб это был уже менее капиталистический. И поэтому фестиваль в Варне имел очень большое значение для советских аниматоров, потому что это был как небольшое окно в Европу, точнее, ну не то, что небольшое, большое окно в Европу, потому что там, кроме своих коллег по соцлагерю, они могли встретить и вообще мировых аниматоров, режиссеров и обменяться опытом, завязать какие-то связи, показать себя, других посмотреть и так далее. Туда ездили такие, ну если вы не интересуетесь анимацией специально, то обычно имена не так известны, но возможно вы знаете таких аниматоров, как Федор Хитрук, это автор Винни-Пуха, и Льва Бонифация, Юрий Норштейн, «Ежик в тумане», Хржановский Андрей, это «Лев с седой бородой». Также очень важный фестиваль в Варне был для Александра Татарского и Игоря Ковалева. В то время они были молодые аниматоры в 87-м году, и тогда они получили приз в Варне за свой сериал «Следствие ведут колобки». Возможно, вы кто-то видел и слышал. Как минимум вы все видели пластилиновую ворону, наверное. Послушайте ворону. Вот это, собственно, авторы этого фильма. И в течение 10 лет, начиная с 79-го по 89-й год, этот фестиваль развивался. Он, по-моему, проходил не каждый год, а каждые два года. Был очень важным, повторюсь, для нас. Но потом, к сожалению, политика влияет и на творческие какие-то вещи. И, в общем, после всех перемен фестиваль практически исчез и возродился только в 2011-м году, если я не ошибаюсь. Возродила его та семья, про которую уже Майя сказала. Ну, не семья, члены в том числе этой семьи. И плюс члены Союза болгарских кинематографистов, в частности, Пенчо Кунчев, Николай Тодоров, нас покинувший, к сожалению. Чем отличается анимация Болгарии, ну, не только Болгарии, а вообще всего мира, от советской и российской анимации. В российской анимации всегда традиционно. Мы считаем, что мультфильмы это только для детей. Что мультики – это что-то очень милое, веселое, оно там где-то по телевизору идет, и дети его смотрят. Но на самом деле, если вы посмотрите даже на, просто даже на картины и на кадры из фильмов, вы видите, что это, в общем-то, фильм не для детей. Даже по их стилистическим каким-то особенностям, по тому, что все черно-белое, и скорее это, ну, там, какая-то, вот, видим мы, эротическая составляющая и так далее. И эта ситуация не только в Болгарии, это ситуация вообще во всем мире, что четко есть разделение. Есть картун, это как бы для детей, а есть анимация, это высокое искусство. Это как живопись, которая оживает и переносится на экран, и с ее помощью ты можешь рассказать там какую-то личную историю для взрослых, в том числе. Сейчас, например, набирается популярность так называемая документальная анимация, и она будет представлена на фестивале в Варне в этом году. То есть это документально, это значит, что тут могут быть и какое-то освещение каких-то политических событий или каких-то личностных особенностей того или иного человека. Это может быть фильм про какие-то социальные болезни и так далее. Даже не знаю, что вам, как людям, так сказать, интересующимся специальной анимацией могло бы быть интересно именно про фестиваль. Может быть, у кого-то есть какие-то вопросы? Или мне продолжить на мое усмотрение? Ну, хорошо. Что такое фестиваль вообще анимационный и для чего они существуют? Естественно, они существуют, чтобы мы все собрались, мы имеется в виду, те, кто имеет какое-то отношение к этому, собрались, посмотрели произведения друг друга, какие-то заключили дружеские контакты, возможно, профессиональные контакты, сотрудничество. Вот, например, результат сотрудничества, как уже было сказано Дмитрия Геллера и Андрея Курева, они подружились именно потому, что поняли, что стилистика одного и стилистика другого очень близки, и какой-то контакт у них произошел. И у Дмитрия Геллера было предложение поработать в Китае. Это тоже видно по стилистике, поэтому, собственно, фильм такой. И поскольку оба интересуются вот этим владением китайской тушью и всеми этими китайскими традициями в живописи, они вместе работали, я не помню точно сколько времени, три месяца или шесть месяцев, и вот сделали фильм, который, в общем-то, завоевал несколько наград на различных фестивалях анимационных в мире. Что еще сказать? Чтобы участвовать в фестивале, нужно, во-первых, следить за сайтом фестиваля и смотреть, когда фестиваль открывает свои двери, для того, чтобы вы туда послали, если у вас есть что послать. Например, вы можете сделать фильм, в общем-то, дома на коленке. То есть если у вас есть какая-то мысль, если вы знаете, как это воплотить художественно, вы можете сделать этот фильм. И если, например, для фестивалей в России и вы должны иметь удостоверение национального фильма, чтобы его подать на фестиваль, то для заграничных фестивалей этого не требуется. Поэтому вам не нужно вообще иметь никаких вот этих всех бумаг и прочих там бюрократической волокиты. Просто вы заполняете форму в интернете, подаете, заполняете информацию про себя, про свой фильм и далее ждете результатов. Происходит селекционный отбор, то есть собирается там селекционная комиссия, обычно состоит из трех-четырех человек, которые так или иначе имеют отношение к анимации. Они смотрят все присланные фильмы на фестиваль, понимают, какой у них бюджет, сколько фильмов они могут взять в этом году, потому что каждый фильм – это, соответственно, режиссер или художник, который приедет и фестиваль, как правило, что-то оплачивает. Ну, есть фестивали, которые ничего не оплачивают, то есть если вы приезжаете, то исключительно за свой счет. Есть фестивали, которые полностью оплачивают пребывание творца. Фестиваль в Варне оплачивает два дня, в один день прожекции вашего фильма, другой дополнительно. В общей сложности он идет пять дней, и если вы хотите остаться на все пять дней, то оставшиеся три дня вы оплачиваете сами. Таким образом, собралась комиссия, выбрали фильмы, и, как правило, за месяц или за два вывешивается список фильмов. Вы смотрите, ищите свое имя, это примерно как при поступлении в институт, так же волнительно. Вы понимаете, взяли вас или не взяли, и дальше, соответственно, если вас взяли, то ура, вы списываетесь с дирекцией фестиваля и говорите, что да, я приеду, или говорите, нет, я не приеду, извините. И говорят, окей, мы ваши деньги отдадим кому-нибудь другому. В общем, если вы решаете ехать, то, конечно, вы едете и приятно проводите там время. Вот, я, понятно, что никого не порекомендую заняться анимацией специально, чтобы поехать на фестиваль, но убеждаю вас, что фестиваль очень хороший, и там очень приятно быть. Конечно, там море и солнце, проходит он в сентябре. То есть, особенно, когда такое лето, как у нас, то ждешь его с нетерпением. Вот. Но мы, например, я лично была на фестивале один раз за счет фестиваля, потому что у меня был фильм, а все остальные разы я езжу за свой счет, то есть я плачу, потому что у меня есть там друзья, и мне приятно их видеть. И это как бы... То есть, вместо того, чтобы просто поехать на море в какой-то абстрактный отель, то мне приятнее поехать и посмотреть фильмы, встретиться с друзьями и вообще увидеть любимую Болгарию. Субтитры создавал DimaTorzok